Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Что делать, если я очень люблю своего молодого человека, уже вместе два с половиной года, но был момент жизни, когда я по глупости из-за сорсного и ограничений в отношениях поехал к другому и по пьяни, значит, соответственно, и, наверное, изменили, да? Вы тут не пишете этого, но что посоветуете мне сделать или как им об этом рассказать. Вопрос задаёт Елена. Пользователь с ником, по крайней мере, Елена. Ничего вам не посоветуем, потому что советовать не является нашей компетенцией. Я бы так сказал, психолог советы не даёт. Психолог помогает разобраться в себе. Соответственно, здесь сразу два момента, на которые можно обратить ваше внимание. Момент первый, то, что были некоторые ограничения и, как следствие, наверное, проблемы в отношениях. Это первое. Второе, были некоторые ваши потребности, которые вы, скажем так, позволили или захотели удовлетворить, реализовать, да? Как-то этого достичь. Соответственно, проблему данного конфликта и нужно, в первую очередь, решать. А уже потом интегрировать данную проблематику, точнее даже не проблематику, а уже потом интегрировать результаты, этого. Ваши отношения с молодым человеком. Я бы так это сказал, потому что ограничения в отношениях вряд ли куда-то сами по себе куда-то денутся. И проблемы тоже вряд ли сами по себе куда-то денутся. Так же, как и в общем и целом причины для ссор, причины для конфликтов тоже так просто никуда не исчезают. Особенно, если принимать во внимание тот факт, что в конфликт, любой конфликт, вносите вклад в том числе и вы. То есть, например, например, в ссору вносите вклад в вы тоже. Вот. И как следствие этого, как следствие этого, можно, на мой взгляд, говорить о том, что... Ну, расскажете вы своему молодому человеку или не расскажете своему молодому человеку о том, что вы сделали от этого, ничего не изменится. Не изменится вы, не изменится он. Если только для вас подобная ситуация не станет как бы стимулом пойти на психотерапию, например, или вместе с молодым человеком начать совместную психотерапию. Да? То есть, постараться в данном случае посмотреть, где, в чем у вас есть трудности. Вот. Выявить на этом фоне свои личные проблемы, указывая в вас, и, соответственно, поработать. Поработать над ними уже в индивидуальном порядке. А вам, в рамках семьи, да, научиться более корректно коммуницировать, научиться более гармонично устраивать отношения. Дальше. Вы склонны, судя по тому, что вы описываете, вы склонны обесценивать свои желания, вы склонны обесценивать свои потребности. Вот. Потому что вы говорите по глупости. А что такое по глупости? Это как раз история про то, что вы то, что вам хочется, называете глупостью. То есть, иными словами, чем-то несерьезным. Иными словами, чем-то не логичным. Иными словами, чем-то неправильным. И так далее. Проблема ли это? Да. Это проблема. Потому что то, как вы относитесь к своим желаниям, то, как вы относитесь к своим потребностям, можно говорить именно о том, как вы идете по своей жизни, как вы идете по пути, ну, отношений, по пути выстраивания отношений и так далее, к сожалению. Вот. И, соответственно, с этого я бы и предложил вам начать работу. С этого я бы и предложил начать вам власть и надеяться. Второе. Это чувство вины. В данном случае, чувство вины является следствием. Является следствием именно, повторюсь. Чего? Следствием того, что вы сперва подавляете свои желания, подавляете свои потребности. Потом спорадично, то есть спонтанно или вот как в данном случае вы говорите, да, по пьяни, вы начинаете их реализовывать, вот, а потом, естественно, себя же за это корить. Вот. Ну, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, подобная позиция более чем нормальная. Потому что обычно люди со своими желаниями, со своими потребностями именно вот так и, ну, именно так и поступают, к сожалению. Вот. Понимаете, да, как раз, как раз будет приток получается. То есть приток получается именно вот такой, не самый лучший аспект, вот. И вам, на мой взгляд, если с чем и работать, да, вам не с чем работать, ну, вот вне, как бы, контекста совета, да. То есть если мы, вот, ну, в данном случае не говорим про советы, если мы не говорим о том, что вам, там, нужны какие-то, какие-то советы и прочее, вот, то вам нужно работать именно вот с отношением к своим потребностям в первую очередь. Ну, это именно что в первую очередь. Вот, если вы, как бы, сможете, да, если вы сможете изменить отношения к, ээээ... своим желанием, да, то, в принципе, как бы вы по жизни будете идти несколько лучше, несколько осознаннее, вы по жизни будете идти несколько, я бы сказал, так вот, может быть, несколько более корректно, да, и вам будет самой, как бы, в этой ситуации, ну, как бы, комфортнее, вам будет самой приятнее. Вот, а сейчас, как бы, вот, ну, в данном случае, в данном конкретном случае, переживая, вот, вину, вы переживаете именно, что последствия своих, ну, так скажем, обесценивающих, тогда тенденции, которые вот у вас имеются, которые у вас, как бы, присутствуют, вот, и, как бы, вот, как, ну, определенная, я бы сказал, стратегия вашей жизни, да. Я, на мой взгляд, по-моему, по-моему мнению, это не работает, вот, не работает так. И, как мне кажется, вы, вот, сами, как бы, ну, об этом, в принципе, можете догадываться, исходя именно из того, что он сейчас, вот, с вашей жизнью происходит. Вот. Вот. Поэтому вы можете, и вы можете дальше, условно говоря, жить в каком-то, вот, ну, страхе, жить, вот, в каком-то, в каком-то чувстве, чувстве вины или в чувствах вины, вот. А можете начать, как бы, быть, вот, что называется, что называется, да, хозяйкой своей жизни, вот, можете начать управлять своей жизнью, можете начать управлять своими, ну, своими желаниями, вот, и, соответственно, учиться как-то с ними обращаться. Вот. Сейчас вы этого, на мой, на мой взгляд, как бы, делать не умеете, вот, сейчас, на мой взгляд, вы этого делать не привыкли, вот, и, как бы, неудивительно, то есть, может быть, даже у вас, в вашей жизни, эм, такого опыта, эм, и нет. Вот. Вот. В принципе. Вот. То есть, это, ну, опять же, довольно, эм, такая вот, распространённая позиция, довольно распространённая проблема. Вот. Скажем так. И, соответственно, можно и нужно с этим работать. Ну, тут, как бы, многое зависит от вас, да, тут, как бы, многое зависит от того, хотите ли вы, вот, если хотите, да, то, вот, там, соответственно, если хотите, то, как, как вы это, вы это видите, опять же, для себя, вот, потому что, ну, например, обращаясь сейчас, эм, за советом, вы немножечко не в ту, как бы, сторону, не в ту степь, что называется, идёте. Вот. 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 Поэтому я могу, я могу, вот, только, 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 только загадываться относительно того, чего, эм, чего вы хотите, да, и как вы этого хотите, я могу только загадывать. Вот. Вот. Как бы, в данном случае, ну, надеюсь, надеюсь, что, эм, вот, к какому-то решению вы всё-таки обязательно придёте, вот, потому что, вот, в противном случае, эм, ситуация, ну, скорее всего, повторится, да, то есть она либо повторится, вот, она либо, эта ситуация будет повторяться, эм, снова и снова, да, как бы, а, либо, эм, вы просто, ну, как бы, будете одни и те же, в общем и целом, совершать, э, ошибки. Вот. И я не уверен, что это то, чего, чего бы вам хотелось. Вот. Эм, какой-то, какой-то такой ответ, эм, эм, я могу вам дать, эм, сейчас, эм, с точки зрения, эм, ну, вот, психологии, психотерапии, вот, надеюсь, что вам это было, эм, полезно, эм, надеюсь, вам это было, эм, интересно, вот, а буду вам, э, соответственно, э, благодарен, э, за обратную, э, эм, связь, э, по, моему ответу, это, позволит вам, э, начать, э, работу над собой, если вы, э, хотите, если вы в этом, как, как-то, вот, заинтересованы, вот, вы можете, э, соответственно, э, обратиться за помощью, э, э, и вместе с, э, э, своим молодым человеком, вот, э, чтобы решить, вот, ну, проблематику, да, чтобы, э, э, ну, разобрать, разобрать все на уровне, на уровне, так скажем, э, взаимодействия, на уровне взаимодействия, вот, именно, как бы, э, 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 между вами и, э, 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 и мужчиной вашим, например, вот, то есть это, э, э, это все, э, более чем, э, как бы, возможно, да, это все более чем реально, вот, тут, э, э, что называется, все зависит только от вас, вот, ну, на этом, э, э, я думаю, э, можно закончить мой ответ, э, э, я вам, э, хочу еще раз, э, э, пожелать, э, удачи в решении своих проблем, э, не задерживайтесь, э, 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 с обращением к, э, э, психологу, вот, прям, если чем дальше задерживайтесь, тем сложнее будет решить проблему, вот, ну, а мы вам, повторюсь, всегда, э, 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 с большим удовольствием поможем, э, если вы, э, этого сами хотите, повторюсь, тут очень, очень важно, чтобы вы этого сами хотели, чтобы вы не стремились получить совет, чтобы вы не стремились, э, э, как-то, э, проблему решить, да, вот, то есть что обычно, ну, подразумевается, да, там, под, э, решением проблем, что, что обычно, подразумевается, под решением проблем, под решением проблем, очень, э, часто, подразумевается, просто, вот, ну, какой-то, избегание, какое-то, вот, подавление ее, это, ну, далеко не, не выход, вот, может быть, это кажется, так, это может быть, вот, э, кажется выходом, но, нет, 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 это не выход от слова совсем, абсолютное и полностью, вот, это не решит, вот, и советую вам, соответственно, советы какие-то вам также в данном случае не помогут, не помогут, то есть они могут вам помочь, вот, не могут помочь, э, ну, вот, какую-то, ну, какую-то конкретную ситуацию разрешить, вот, это правда, они могут помочь какую-то конкретную ситуацию разрешить, но вы, э, тогда снова и снова будете, вот, э, что называется, зависеть от терапевта, да, а если все-таки мы говорим про обретение, некоторой, вот, самостоятельности, э, э, ну, вашей, вот, то очень важно, что вы сами научились решать, э, проблемы, вот, от этого у меня именно психотерапия, чтобы вы учились опираться на себя, вот, а сейчас вы производите впечатление, впечатление человека, который максимально на себя опираться не привык, или к которому, ну, которому, скажем так, э, довольно-таки, э, ну, тяжело и, э, трудно это делать, вот, и, соответственно, вот, как бы, э, с этим, э, вам и нужно, как, как мне кажется, э, как мне кажется, работать, вот, удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь за помощью, не, э, не затягивайте, вот, но это все проблемы, вы же с вами,你看, везде, и, кrint-си, а, э Продолжение следует...